На прошлой неделе добрый прохожий нашел маленького щенка и принес его в коробке в полицейский участок города Бортлетт, Иллинойс, США. Он рассказал, что ехал на машине по шоссе и увидел щенка на обочине в одиночестве. Он принес нам щенка и мы уже собирались отвезти его в приют для собак, но тут заметили что-то странное, рассказывает сержант Кайл Рибаски. Коллеги Рибаски гладили и ласкали щенка и быстро заподозрили, что это не совсем собака, хотя щенок в целом очень был похож на нее. Вскоре мы поняли, что для обычного щенка у него куда более жесткий мех и что он очень сильный и жилистый. У него также были довольно крупные лапы, на которых, несмотря на юный возраст, уже были длинные когти. Кайл Рибаски заинтересовался этой проблемой и стал выяснять, кем мог быть этот щенок. Может быть это волчонок? Рибаски начал искать, в интернете фотографии детенышей волчьих и нашел, что найденный малыш очень похож на детеныша койота. Он определенно был койотом и мы сразу же сказали ого. Не каждый день к вам в руки попадает маленький койот. К счастью, маленький койот был в хорошем состоянии, несмотря на то, что видимо некоторое время был без матери. Он был еще слишком мал, чтобы его можно было выпустить туда, где его нашли, поэтому малыша отправили в центр диких животных Виллоубрук Вилдлэйв Центр. В центре содержится небольшая семья койотов и ему там помогут вырасти в нормальных условиях. А когда он станет взрослым, его выпустят куда-нибудь подальше от города. Койоты с виду похожи на нечто среднее между волками и лисами. По размерам они куда меньше волков и у них пушистый длинный хвост. Койоты очень распространены по всей Северной Америке и живут в основном на равнинах, в прериях и в полупустынях. Питаются зайцами, кроликами, мелкими грызунами. Насчитывают 19 подвидов койотов.